Друзья, снова привет! Сегодня я расскажу о своем роутбуке, то есть о той книге, которую я формирую для каждой гонки, в том числе для гонки мини-трансасса. Итак, роутбук это вся подробная информация о гонке, о маршрутах, о погоде, которая мне может пригодиться в процессе, при нормальном течении ситуации и при каких-то нестандартных сценариях. Итак, у меня будет с собой две книги и будет с собой материалы, которые я буду использовать для стратегии, для обработки погодного прогноза, которые нам будут передавать по ДЛУ радио. Это кратковолновое радио. Мой основной роутбук это то, что касается непосредственно гонки. Он включает в себя несколько обязательных разделов. Ну, начинается все, конечно же, с selling construction, с инструкцией на гонку, где подробно описаны все нюансы. Ну, как вы уже в большинстве своем опытные гонщики знаете, что такое гоночная инструкция. Дальше идет приложение, которое описывает ситуацию для, особенно для гонки 1 в данном случае и для гонки 2 после канар. Здесь подробная ситуация по старту, потому что на старт у нас может быть небольшой паркур в заливе. Небольшая, как бы не гоночка, а несколько кругов, один круг, вернее, для того, чтобы показать наши паруса зрителям. Вот разные сценарии. И дальше основная информация по самой гонке. Стартовая процедура и какие-то стартовые нюансы. Например, для трансата есть запрещенная зона для входа всех других судов, кроме гоночных катеров, для того, чтобы не мешать. У нас и так будет 90, да, и чтобы не мешать нам выполнять стартовую процедуру. Описание стартовой процедуры. Во Франции принято необычное для большинства, для англо-саксонского мира, 8-минутная процедура. Для меня это уже нормальная процедура стала. Знаки дистанции. Это знаки на паркур в заливе, стартовый буй, оттяжные буи. Ну и, собственно, фотография стартового судна, чтобы никто ничего не перепутал. Еще одна часть моего роутбука – это информация, связанная с течениями и приливами-отливами. Для самого трансата эта информация не так важна, как для прибрежных гонок, потому что мы будем в Бискаре всего пару дней, а дальше это уже не так актуально, там будут океанские течения, которые отработать при такой навигации достаточно сложно. Еще в настоящее время, во время нашего старта, коэффициент достаточно низкий, поэтому течения будут, в принципе, минимальные. Такие значения коэффициента – это супернизкий перепад. Но, независимо ни от чего, я, конечно же, буду смотреть на течение перед стартом, смотреть на течение во время первого участка. И у меня есть вот такие вот подробные карты течения, которые я заранее заламинировала в матовый ламинат, чтобы писать карандашом. И распишу на первые два дня по часам, какая карта в которой час будет действовать. Дальше идет информация по гонке в целом. В таком достаточно схематичном виде в этой гонке у нас будет всего три точки обязательные. Это точка старта, небольшой оттяжной буй в лавировку и точка финиша. Соответственно, мы с Финистер мы будем проходить так, как каждый считает нужным. Кроме этого, в гонке будут запрещенные зоны. Это зона разделения движения судов, ДСТ по-французски, которую мы должны избегать. То есть мы не имеем права заходить в эту зону и за заход в зону будут применяться штрафы и пенальти. Это зона возле Финистер, зона возле Лиссабона, зона возле мыса Сан-Винсен. И небольшой план на прибытие с координатами финиша. Я сделаю также для себя подробные распечатки с принт-скринами особо опасных мест. Я посмотрю, насколько близко я планирую проходить к берегу заранее по погоде и сделаю для себя какие-то контрольные точки, список контрольных точек с координатами, которые внесу в GPS-ку заранее, чтобы в нужный момент я могла на них перескочить. Все вот эти вот файлики я заполню непосредственно перед самой гонкой в последнюю ночь. Даже в последнее утро перед гонкой я встану рано утром, в 7 утра. Именно в это время выходит модель, последние грибы погодные. И тогда я уже построю свой погодный роутинг и заполню вот эту вот часть. Свой погодный роутинг и, собственно, маршрут я делаю в программе «Экспедишн» на компьютере заранее, распечатываю в виде принт-скринов. О том, как я это делаю, я уже рассказывала много раз. У меня есть 4 обучающих ролика «Экспедишн» для чайников. Ссылки на них в приложении к этому видео. Еще один очень важный этап в подготовке роутбука – это брифинги с метеорологами, на основе которых я тоже буду строить свой маршрут. Школа «Лориан Гран-Лярч», в которой я состою, курсы, которые я слушаю, устраивает для нас брифинги с Кристианом Тюмаром, одним из ведущих метеорологов Франции. Второй роутбук будет касаться ситуаций внеплановых, если что-то пошло не по плану. И он такой больше информационный и полубезопасный. Начинается он с обязательной информации по тому, как пользоваться трекером Yellow Brick, потому что с помощью трекера мы можем отправить сообщения организаторам гонки в случае каких-то нештатных ситуаций. И здесь есть подробные инструкции, как это сделать, и за какие сообщения нас будут дисквалифицировать, а за какие – нет. Дальше все, что касается информации по лодке, по официальной рекламе, потому что мы должны будем внести всю официальную рекламу и флаги в порту. Собственно, программа на берегу, береговая программа, официальные лица и организаторов, и гоночный комитет. И дальше вот такая вот страничка, странички безопасности – это порта-убежища, которые мы нанесли на карту по зоне следования, и я сделала для себя такие вот принтскрины заходов. Понятно, что у меня с собой еще будут материалы, карты подробные, и, собственно, блок Марин – это альманах, где я смогу найти эту информацию, но с помощью вот этой небольшой карты, этих небольших координат я смогу очень быстро сориентироваться в серьезной ситуации, и потом у меня будет время вернуться к этому вопросу более подробно. Также в этот роутбук попадают обучающие материалы о общем погодном роутинге, о общих тенденциях погоды в этом районе, именно на этом маршруте, которые я смогу также просматривать и смотреть, сравнивать с текущей ситуацией, и оценивать, насколько тот или иной сценарий приходит в действие. Также вот такая информация о ветровых тенях от островов, удивительно длинных ветровых тенях. Эта информация мне очень поможет, когда я буду это проходить. Я буду уже уставшая, поэтому просто взглянув на картинку, я уже смогу немножечко освежить свои воспоминания, свои знания и, может быть, сделать меньше ошибок. Может быть, наверное, но это еще не точно. Вот. И, собственно, протегия. Про протегию мы тоже уже рассказывали, как я принимаю прогноз погоды. Тоже ссылочка на видео, она старая, достаточно, видео внизу прикреплено в описании. Вот такими вот картами я буду пользоваться на первый этап, на второй этап. Для того, чтобы наносить свою позицию и для того, чтобы потом наносить здесь карту боевых действий, фронты, зоны центра низкого давления, высокого давления. И на каждую зону мне будет даваться основная информация по ветру, силе ветра, направлению ветра, состоянию моря и давлению атмосферному. Все это я запишу вот в такие вот рапорты и буду переносить на карту. Таким образом формирую свою стратегию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!